Эфир телеканала ННТ продолжает новости Дагестан в студии Зухралиева. Здравствуйте, я и мои коллеги расскажем о главных событиях к этому часу. Социальная газификация, проблемы и перспективы, как в Дагестане реализуются поручения Владимира Путина, рассказали на пресс-конференции руководители профильных ведомств. Выплат на всех не хватит. Глава Дагестана Сергей Меликов раскритиковал представителей Минтруда Дагестана. За что, расскажем через несколько минут. Газ в Дагестане стал дешевле. За последние недели цена на топливо заметно снизилась. Газ в каждый дом. По поручению президента России Владимира Путина, по всей стране реализуется программа социальной газификации, позволяющая подводить голубое топливо к границам земельных участков бесплатно. Управление Росреестра совместно с Газпром Межрегионгаз разъяснило нюансы. Наталья Ханбабаева продолжит. Лозунг «Газ в каждый дом» – это, конечно, хорошо, но в каждом ли доме он сегодня есть? В республике все еще встречаются проблемы с подключением голубого топлива. Причем такое положение дел не только в селах, но и в городах. Газопровод вроде есть, но к домам жильцов не подведен. Сейчас поступило более 800 заявок на дагазификацию, однако одобрены из них только 657. Об этом рассказали представители Газпром Межрегионгаза и Росреестра на совместной пресс-конференции. Когда начали проверяться, самая главная проблема в 90% случаев – это отсутствие правоустановления документов на земельный участок и на домостроение. После постановления, с 18 октября вышло уже постановление 1547, новые правила технического подключения, там нужны обязательно оба документа. Это обязательно документ на земельный участок, что она находится в собственности, и то документ на домостроение, что она зарегистрирована и она в собственности у нее находится. По закону, дагазификация коснется всех, в том числе и садоводческие общества. Если участок находится в границах товарищества, расположенного в газифицированном населенном пункте, то проблем не возникнет и топливо подведут бесплатно. Но и здесь есть свои нюансы, отметил представитель Газпрома. Есть другая проблема. Вот многие заявки, мы из Бирбаши столкнулись с такой ситуацией, в Дербеньке, в Махачкале, я думаю, такая же ситуация. Вот сейчас в Каспийске мы выявили такую ситуацию. Если садоводческое общество находится в пределах этого населенного пункта и в границах этого муниципального образования присвоены адреса, которые в ФИАС они вошли, то они имеют право, как жители этого населенного пункта, получат доступ к программе дагазификации. Бесплатно подвезти газ к земельному участку поможет и так называемая дачная амнистия. Ведь льготная газификация возможна только при условии зарегистрированного права собственности на дом, а земельный участок обязательно должен стоять на кадастровом учете. Есть такой закон, который в народе прозвали дачная амнистия. Он действовал до 21 года, его продлили еще на 5 лет, то есть он сейчас действует до 26 года. Это упрощенный порядок регистрации прав на земельный участок и на жилые дома. На земельный участок достаточно документа, выданного органом местного самоуправления до вступления в силу земельного кодекса. Это может быть свидетельство, которое выдавалось в тот период, это могут быть выписки из похозяйственной книги или решение постановления о выделении земельного участка. На жилой дом тоже продлина дачная амнистия, тоже действует упрощенный порядок. Достаточно предоставить документ на земельный участок и технический план. Социальная газификация это один из приоритетных государственных проектов, однако процесс идет тяжело. В Дагестане на сегодняшний день удалось подключить газу только 55 объектов. Учитывая, что вопрос находится на контроле у главы государства, по чему поручению ведется вся компания, республиканским властям предстоит большая работа. В том числе и по просвещению населения, которые, как показывает практика, не всегда в курсе правовых нюансов процесса. Наталья Ханбабаева, Магомед Магомедов, Дауд Гасанов, новости ННТ, Махачкала. За последние три недели цена на газ снизилась с 33 до 29-30 рублей за литр. Об этом сообщили в Минэнерго-республике. По мнению специалистов ведомства, это говорит о постепенной стабилизации биржевых цен на газомоторное топливо. Кроме того, по результатам совещания, проведенного в УфАС по Дагестану с представителями автозаправочной отрасли республики, владельцам АЗС даны рекомендации об установлении экономически обоснованных цен. Теперь им необходимо представить перечень соответствующих документов, обосновывающих формирование отпускной розничной цены на автозаправочных комплексах республики. Работа в этом направлении находится на особым контроле Министерства энергетики региона. Социальные выплаты на детей от 3 до 7 лет получат не все жители республики. Сергей Меликов раскритиковал представителей Минтруда Дагестана за задержку начислений. На совещании у руководителя региона первый замминистра Ибрагим Зайналаев объяснил это недостатком средств. На эти цели не хватает порядка 600 миллионов рублей. Меликов напомнил, что этот вопрос поднимался уже не раз в течение года и министерству стоит отчитываться не за то, сумму она освоила, а о том, в полном ли объеме семьи охвачены выплатами. Глава Дагестана также отметил, что уже поздно обращаться в Федеральный центр за дополнительным финансированием. У жителей села Новокулии, похоже, больше не будет проблем со светом. Россети установили в поселке новый и мощный трансформатор. Дополнительное оборудование позволит снять нагрузку с подстанции, считают специалисты. Благодаря этому будет улучшено качество энергоснабжения потребителей, проживающих не только в Новокуле, но и в промзонах и на побережье Махачкалы, начиная от Сулакского поста до кардиологического центра. В работе по установке энергооборудования были задействованы 25 специалистов энергокомпаний и 4 единицы техники. На сегодняшний день все работы завершены. Победителей конкурса социальной рекламы наградили на 5-м молодежном антикоррупционном форуме «Молодежь против коррупции». Мероприятие прошло в историческом парке «Россия. Моя история». Помимо подведения итогов конкурса, в рамках форума прошли дискуссии на тему противодействия коррупции в системе образования, науки и здравоохранения, где участники выступили со своими работами и защищали доклады. Форум прошел в рамках реализации федеральной государственной программы о противодействии коррупции и был организован Министерством по делам молодежи Дагестана. Сегодня на своей площадке я рассказал о движении волонтеров-медиков, чем мы занимаемся, что мы делаем для населения и также провел небольшой мастер-класс именно по первой доврачебной помощи, чтобы люди правильно умели оказывать ее, если попадут в различные такие ситуации. Также рассказал о популяризации именно костного мозга, которая тема достаточно актуальна и небольшой спойлер о мероприятиях, которое планируется ближе к Новому году в рамках всероссийской акции «Новый год в каждый дом». Тем временем в республике закончился второй этап аттестации руководителей ГУПов. Главным экзаменатором выступил председатель регионального правительства Абдулбата Хамирханов. В формате собеседования руководители 11 ГУПов представили строгой комиссии информацию о финансово-хозяйственной деятельности своих предприятий. Напомним, до начала мероприятия Кабминам был подведен анализ экономической эффективности их работы за последние три года. Как сообщает секретариат Кабмина, результаты аттестации будут известны к концу этой недели. Заводов мало, но трудолюбивая молодежь в Дагестане все еще есть. Форум «Молодой заводчанин» прошел в Махачкале. Мероприятие, по словам организаторов, нацелено на популяризацию рабочих и инженерных профессий среди людей в возрасте до 35 лет. Развить личностный потенциал таких специалистов, услышать их идеи и предложения собрались представители предпринимательского и научного сообщества, учреждений профессионального образования и чиновники. Участники поделились на три группы. У нас есть и машиностроительная отрасль предприятия, Кэмз, Дагдизель, Каспийский завод точной механики, также легкой промышленности и строительной отрасли. Мы провели три стратегические сессии в рамках форума. Это три круглых стола. Первый стол был посвящен кадрам для промышленности, то есть решению проблемы, вопрос актуальный. И второй, не менее важный, важный вопрос – это работа предприятий в правовом поле. Третий вопрос, это также актуальный, это продвижение продукции, то есть промышленный маркетинг. По итогам форума было принято решение о создании клуба молодых промышленников, который станет ежеквартальной площадкой для обмена опытом. А встречи с работниками органов исполнительной власти по замыслу организаторов должны способствовать улучшению условий труда и повышению заработной платы заводских рабочих. Есть две причины, почему молодые люди не идут работать на завод. Первый – это стереотип, который представляет рабочее место на заводе достаточно непривлекательным, грязным, трудным, сложным. Хотя это на самом деле не так. Сегодня современные заводы, у нас они есть, представленные на территории региона, имеют достаточно продвинутые современные рабочие места и со всеми условиями, необходимыми для комфортного труда. Вторая причина – это, конечно же, заработная плата. Как бы мое промышленное бизнес-сообщество промышленников не обижалось, но заработные платы в промышленности не такие высокие, как хотелось бы. Есть отдельные предприятия, которые обеспечивают среднюю заработную плату на заводе выше средней заработной плате по региону. То есть это порядка 40-50 тысяч рублей. И о спорте. Золотом из Стамбула. В аэропорту Махачкалы встретили участников чемпионата мира по тэквондо среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Сборная России под руководством старшего тренера Магомеда Абдулаева завоевала четыре золотые, две серебряные и четыре бронзовые медали. Свой вклад в этот успех внесли и дагестанцы, воспитанники спортшколы имени Умаханова из Хасавюрта, золотой медалист Магомед Загир Исалдибиров и бронзовый призер Евгений Олиференко. Для Исалдибирова это далеко не первый крупный успех. Летом он дошел до полуфинала Паралимпиады, а ранее также побеждал на чемпионате мира и четырежды выигрывал в чемпионат Европы. Радость побед с триумфаторами соревнований разделили представители Минспорта, Федерация Тэквондон, тренеры и руководители спортивных школ. Провел я пять кругов, встречался с украинцем, с арубой, был с коридорских островов и был с нашим россияном, встретился в полуфинале. Очень принципиальный соперник, очень хороший боец, чемпион Европы, действующий трехрятный. И в финале встретился с англичанином. Сборная Дагестана – лучшая на Кубке России по настольному теннису среди спортсменов-колясочников. Турнир завершился накануне в Санкт-Петербурге. Нашу команду в северной столице страны представляли махачкалинцы Расул Назиров, Магомед Абдулхаликов и Надир Азикабакаров. Дагестанские теннисисты заняли первое место в общем зачете в классе 1-2 и третье место в классе 1-3. Также днем ранее Расул Назиров в шестой раз за спортивную карьеру выиграл золотую медаль Кубка страны в личном зачете. Смотрите нас также на нашей официальной странице в Инстаграм и на сайте nntv.ru. А у меня на этом все. До встречи!